привет дорогие друзья снова познакомимся с нашей небольшой команды муравьев муравьев компоноттус никобарензис мы переселили через чашечку петры для удобного рассмотрения наблюдения и фотографирования и снятия этого видео они сразу немножко изучили территорию потом успокоились на пипеточки здесь добавлена была еда небольшой сахарный сироп и уже те которые попроворнее сразу добыли сахарного сиропа и конечно же надо же поделиться со своими друзьями троица здесь в одной стороне отбилась грустит а вот более сильные более шустрые сразу побегали до добыли сладкого сиропа и конечно же проявляет свою щедрость трофалаксис умение поделиться друг с другом добытой добычей вот и даже друг с другом еще что там такое вкусненькое было тебе попалась и мне попалась явление обмена содержимым зобика называется трофалаксис муравьи трогают друг друга усиками трогают друг друга передними ножками возбуждают так сказать у другой конечно же открывает верхней челюсти так называемые мандибулы самые длинные у них стороны распахнуты усики а вот так вот раз 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 тихонечко шевелят перед ними лапками дай-дай-дай-дай покушать и видим что даже касается нижней губных нижней челюстных щупиков с правой стороны на правом экземпляре под головой тихонечко так очень не тихонечко даже быстро двигаются какие-то маленькие волоски это щупики нижнегубные нижнечелюстные называемый макс пальпы макселяры и пальпы мандибуляры по латыни вот они конечно тоже принимают участие в обмене информации и так сказать успокоение друг друга и в просьбе такой своеобразный язык муравьев посредством усиков лапок жестов таких и конечно вот прямого обмена через не хоботок а через язычок потому что хоботка у муравьев нет вместо хоботка у них коротенький язычок продолжаем наше наблюдение за муравьями компонатус никобарен здесь потому что потух свет стало темновато хорошо наблюдаем большую голову рабочего муравья и 2 тоже рабочий муравей только немножко с более маленькой как меньшего размера с меньшей головой не такой сильный солдат как 1 всех свои функции всех свой размер приспособленные для различной работы в муравейнике а здесь у нас не муравейник здесь только кусочек муравейника небольшая группа муравьев муравьи все равно общаются друг с другом не понимают на своем муравьином жести на своих муравьином языке что мы тут не враги и относимся к одной группе к одному виду к одной маленькой колонии просто мы потерялись потерялись зашли в какую-то пещеру и поэтому друг другом надо поделиться едой водичкой пообщаться приободрить друг друга и таким образом и сохранить жизнь сохранить силы там улетишь найдем и назад дорогу в свою колонию конечно при изолировании небольшого количества муравьев особенно одного-двух у муравьев наступает шоковое состояние депрессия грусть так сказать и муравей погибает так же как видоносная пчела одиночная погибает без колонии даже еще быстрее чем муравьи а вот есть отобрать несколько экземпляров из колонии общественных насекомых они начинают общаться что мы наблюдаем здесь обмениваться пищей так сказать приободрять друг друга можно сказать сразу возникает у них чувство единства что мы здесь просто временно где-то отбились от колонии и можем уже найти ее через некоторое время может быть нас просто водой залило и мы потерялись если же взять такого общественного насекомых медоносная пчела медоносная пчела даже будучи напитавшийся с медом или просто прилетевшие буквально через считанные минуты или по крайней мере несколько часов погибает в изолированном виде вне медоносной семьи вне ее колонии в принципе такой же ждет и муравья который сразу же попадает шоковое состояние некоторые пчелы правда даже в одиночном состоянии если их обмануть если им дать например сот медовый намазать его медом и создать искусственную как бы иллюзию что это колония пчел пчела может прожить еще как минимум дня три-четыре даже в изолированном виде вне колонии но только например на соте а вот в такой чашке петри конечно погибнет моментально буквально через несколько часов или даже меньше здесь мы наблюдаем что изолированная группа муравьев таких как компонатус никобарендис при снабжении едой все-таки не впадают в депрессию как такие высокоорганизованные общественно насекомые как пчелы а все-таки стараются выжить подпитаться обменяться друг другом едой а потом вот так почиститься почиститься первейшим делом занятия которым заняты муравьи чистит усики ножки брюшка и друг другу даже чистят ведь один сначала почистили себя потом другой при помощи щупиков ощупывает и другого экземпляра а потом пойдет изучать территорию и обменяется вот так пищей сладкой капелькой своего зобика тем самым тоже продолжится у них общение при помощи усиков для антенн здесь вот гораздо проще здесь передние лапки не используется только усики и антенны а вот сейчас рядышком посмотрим кто там другой кушает разговаривает так сказать раз поговорили немножко поцеловались и закончили разговор что вот такие у нас муравьи компонатус никобарендис за ними можно наблюдать долго будем наблюдать за их поведением и расскажем еще рассказ про то как они выводят свое потомство для этого покажем личинок но это будет в следующих видео до новых встреч в нашем канале пока-пока с вами был виктор фурсов и компонатус никобарендис и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok